МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире очередная передача о предпринимателях и для предпринимателей. Сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но, по мнению руководителей налоговой инспекции, Минэкономразвития Чувашии, существенных поводов для беспокойства нет. Сокращение предпринимателей – процесс закономерный, но использование патентной системы налогообложения поможет снизить бремя налоговых платежей, а также страховых отчислений. Подробнее в репортаже Ольги Григорьевой. Минус почти в 4 тысячи индивидуальных предпринимателей в прошлом году. В 2011-м потери были существеннее. Отток идет постоянно, говорят налоговики. Но не надо страшилок, уверяют собравшиеся. Происходящее, скорее, зачистка и избавление от молчанов. Ведь одновременно увеличивается количество юридических лиц на 215. Возможно, индивидуальные предприниматели меняют разряд и берут выше. Или работники, которые раньше числились индивидуальными предпринимателями, фактически ими не являясь, приняли реальный статус наемного работника. Когда мы анализировали первый аспект, кто из этих предпринимателей осуществлял деятельность, у нас порядка 60% они или сдавали нулевую отчетность, или в том или ином виде деятельность не осуществляли. То есть больших потерь для бюджета в данной ситуации на сегодняшний день мы не ожидаем. В принципе, ситуация становится более правдоподобной. Данные налоговой приближаются к данным пенсионного фонда. Число выплачивающих взносов стабильно равно 38 тысячам. То есть это те, кто платил и платит налоги. Но а сказались ли какие-то другие факторы на уменьшение количества индивидуальных предпринимателей, к примеру, рост страховых взносов, и будет ли отток продолжаться дальше, пока говорить рано? Ситуация будет ясна как минимум через полгода. Минек собирается мониторить. Насторожение относительно того, что-то в связи с увеличением суммы страховых взносов из расчета фиксированного размера. Мы, в общем-то, мы думаем, это не может служить основанием для того, чтобы было. Я единственное могу сказать, сегодня, вот тоже анализируем, люди, которые в 90-е годы заимели свидетельство предпринимателя, не платили страховые взносы, а, к сожалению, сегодня получают пенсию, вот только фиксированный базовый размер и чуть больше этой суммы. И даже мужчины говорят, почему не было такой нормы. Между тем, в помощь индивидуальным предпринимателям в республике действует специальный налоговый режим на основе патентов, так называемая патентная система. Сегодня они вспомнили, как нельзя кстати. Желающих приобрести патент, по данным налоговой, из месяца в месяц становится больше. Львиные доли в таком виде деятельности, как оказание транспортных услуг, почти 70%. В профильном министерстве считают, что эта система – хорошее подспорье и выгодное дело. В рамках патента индивидуальным предпринимателям разрешили нанимать до трех работников, что оказалось немаловажно. То есть, если бы я работал один, я бы платил, допустим, 10,5 тысяч рублей налога в год. Если я, опять-таки, найму еще троих своих работников, я буду также платить 10,5 тысяч. То есть, фактически, мы, можно сказать, оставили форму индивидуального предпринимательства, которая достаточно проста для регистрации, но разрешили, можно сказать, организационно обеспечили работу как малого предприятия. Правда, патентная система – дело тонкое. Ставка различается в зависимости от вида деятельности. Каждый предприниматель сам решает, что ему подходит лучше. Но следует иметь в виду, с этого года патентная система претерпела кардинальные изменения. Изменился состав видов деятельности, он уменьшился. В то же время получать патенты теперь могут занятые в общепите и розничной торговле. Облегчилась выдача свидетельства. Продлились сроки перехода на патентную систему вместо максимальных 10 дней сейчас до месяца. Патентная система – это упрощенный порядок учета. Не нужно применять контрольно-кассовую технику. Но и главное – приобретая патент по фиксированной сумме, индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты налогов. Словом, все для удобства предпринимателей. Освобождается от налога на доходы физлиц. Ну, естественно, в части доходов, полученных от предпринимательской деятельности. От налога на имущество физлиц. Но это опять же в части имущества, которое применяется в предпринимательской деятельности. Если у него в собственности имеются дома-квартиры, которыми он владеет как физическое лицо, за них он, конечно, должен налог на имущество платить. Ну и самое существенное, на мой взгляд, это то, что они не являются плательщиками налога на добавленную стоимость. Потому что это наиболее такой затратный налог. Вмененный налог, упрощенный налог, НДФЛ и патент – это все, скажем так, налоги одной группы, из которых выбирается только один. То есть, если мы говорим, что мы выбрали патент, это означает, что упрощенку, вмененку НДФЛ нам уже по предпринимательству платить не надо. Деньги от патента поступают в муниципальный бюджет. Ну, а если предприниматель не заплатит его в срок или числится долги по налогам, свидетельство просто не выдается. Остается добавить в условиях повышения страховых взносов. Расчет делается на то, что патентная система способна снизить нагрузку на бизнес. Вопросы поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого предпринимательства относятся к основным направлениям государственной политики. В Чувашии этой задачей призван заниматься созданной в 2011 году Центром экспортной поддержки Минэкономразвития Чувашии. Содействие малым предприятиям по участию в межрегиональных и международных выставках, зловых миссиях и биржах контактах с отечественными и зарубежными партнерами, обучение работников предприятий по программе внешнеэкономической деятельности. Все эти и многие другие услуги оказывают сотрудники Центра экспортной поддержки. По всей России создано 32 таких центра. Центр экспортной поддержки Чувашии входит в тройку лучших. За последние два года мы организовали больше 10 бизнес-миссий. В основном это были посещения выставок и участие в них в странах СНГ, в Европе, в Азии. Механизм работы следующий. Наш центр за счет средств федерального и республиканского бюджета несет расходы по аренде выставочных площадей, по компенсации расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, по разработке дизайна экспозиции, если необходимо, тиражирование буклетов, информацию о себе. Также мы возмещаем расходы по трансферу делегации за рубежом. И, соответственно, когда субъект малого и среднего предпринимательства принимает участие в выставке за рубежом, для него это участие становится льготным, можно сказать, практически бесплатным. За последние два года центр помог более 38 субъектам малого и среднего предпринимательства возместить их расходы из бюджета на сумму свыше 21 миллиона рублей. В прошлом году центр помог возместить расходы на сумму больше 6 миллионов рублей. Это еще 14 субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом году мы планируем оказать финансовую поддержку еще порядка 20 предприятиям, примерно на ту же сумму порядка 5-6 миллионов. Малое предприятие «Рионтехно» – постоянный участник выставок. Продукция компании, запасные части к электротехническому оборудованию, поставляется в регионы России и страны ближнего зарубежья. Компания основана в 1992 году и за это время, по признанию директора, постоянно пользуется всевозможными мерами государственной поддержки. Ездили мы в прошлом году на выставку в Киев. Вряд ли у нас бы хватило возможности у одних принять выставки. Это было бы для нас дороговато. А в составе экспозиции республики, которая была там организована Министерством экономического развития, мы с удовольствием приняли участие. Мы получали компенсацию за участие в выставках. Любая тысяча или десять тысяч, которые ты сможешь компенсировать, это всегда идет на пользу бизнеса, значит, ты эти деньги можешь высвободить или для создания рабочих мест новых, или для создания условий труда, или для расширения производства и разработки новых каких-то изделий. Поэтому любая поддержка, она всегда идет на пользу. В ближайшее время Центр экспортной поддержки организует участие предприятий республики в целом ряде деловых миссий и выставок в страны-зарубежья. Ну вот, в частности, в ближайшее время мы планируем организовать выезды и участие наших предпринимателей 26 марта в выставке металлообработки и пластмасса в Украине, в Киеве. 9 апреля будет организована деловая миссия предпринимателей на выставку в Ганновер. Также на этот год мы запланировали более плотное участие наших предпринимателей в выставках, которые пройдутся в Иране в апреле, в Азербайджане, тоже в эти даты, значит, в Казахстане. В целом, планы на 2013 год – это, конечно же, увеличить получателей государственной поддержки, более эффективно участвовать в выставочно-ярмачных мероприятиях, которые будут проводиться за рубежом. Продолжая тему, в Чувашии в ближайшее время состоится ряд деловых мероприятий международного масштаба, которые, несомненно, будут интересны предпринимателям республики. Им представится возможность продемонстрировать свои достижения на отраслевой электротехнической выставке, а также наладить полезные знакомства с австрийскими партнерами. Подробнее в нашем сюжете. 18 марта по инициативе Палаты экономики Австрии в нашу республику прибудут представители 17 австрийских фирм различных сфер деятельности для проведения биржи контакта с чувашскими предпринимателями. В первую очередь будет интересно принять участие в нашем мероприятии компаниям такого профиля, как машиностроение, строительство, производство продуктов питания, химической промышленности. И будем надеяться, что мы сможем заинтересовать предпринимателей Чуваши и привлечь их к бизнес-диалогу с австрийскими фирмами. Предприниматели Чуваши смогут наладить деловые контакты с зарубежными и отечественными партнерами и в рамках предстоящей международной электротехнической выставки и конференции «Релав Экспо-2013» с 23 по 26 апреля. На площадке «Релав Экспо» будут проходить биржи контактов, обмен мнениями в рамках тематической конференции, демонстрация самых современных технологий в отрасли. Интерес к мероприятию проявляют как отечественные производители электротехнической продукции, так и зарубежные партнеры. В том году у нас было зарегистрировано более 500 человек, из семи стран, практически все субъекты Российской Федерации. В этом году перечень будет значительно ширина, потому что в том году мы были еще малоизвестны, а сегодня она знает уже вся страна, и многие очень заинтересованы. Ждается визит руководителей в орган исполнительной власти, курирующих энергетику и промышленность, субъекта Российской Федерации. Сейчас мы ждем решения от Минэнерго. Возможно, в заключительной стане будет министр промышленности Российской Федерации, Денис Валентинович Мантуров на нашей конференции, выставке, а также руководители крупнейших предприятий, потребители техники. Здесь идея не столько продать, а сколько совершенствовать свою технику, для того, чтобы она была лучше, пока не способна, пока не способна, по отношению к другим европейским производителям. Подробнее о мероприятиях вы сможете узнать на сайте Минэкономразвития Чуваши по адресу www.economy.cap.ru История успеха. У каждого она своя. У этого малого предприятия настоящий успех еще впереди. В 2008 году выпускники одного из технических факультетов Чувашского государственного университета решили применить полученные за годы обучения знания на практике и организовать свой бизнес. Основали малое предприятие по производству учебных стендов, по изучению микропроцессорной техники для студентов высших и средних учебных заведений. Даже кризисный 2008 год не испугал инициативных смелых ребят. Как и все начинающие предприниматели, они столкнулись с рядом трудностей. Преодолять их помогла государственная поддержка. Хорошую поддержку нам оказало Министерство экономического развития Чувашской республики. Мы выиграли в 2011 году грант. На эти средства приобрели оборудование для ручного монтажа, которое, конечно, в конечном итоге значительно простило производство и ускорило сроки производства нашего оборудования. Для того, чтобы купить все необходимые сырье и материалы, мы взяли займы в организации по поддержке малого и среднего бизнеса. Сейчас ООО «НПП Техноинжиниринг» – это динамично развивающееся молодое предприятие, не имеющее конкурентов Чуваши и соперничающее с крупными предприятиями Москвы и Челябинска. Идея создания такого предприятия зародилась тогда, когда мы поняли, что учебным заведениям явно не хватает качественного оборудования для проведения лабораторных учебных работ и практических. Поэтому мы решили создать, разработать серию оборудования. То есть, первый стенд был по цифровой электронике, потом появился по микропроцессорной технике, по электронике по аналоговой. И вот мы потихоньку разрабатывали оборудование, запускали в серию это оборудование. В этом году мы подготовили, спланировали свой производственный участок. Сейчас мы можем в достаточном количестве произвести, и теперь мы хотим более сильно участвовать на рынке учебного оборудования. Сегодня основные заказчики предприятия – это учебные заведения регионов Российской Федерации. Компания уже известная на рынке СНГ. Продукция «Техноинжиниринг» экспортируется в Казахстан. В Чувашии наглядные пособия пока используют только в Чебоксарском электромеханическом колледже. Но планы у предприятия большие – как по наращиванию производства, так и по созданию дополнительных рабочих мест, увеличению уровня заработной платы. Государственная поддержка помогает воплотить планы молодого предприятия в жизни. Сейчас у нас есть планы в следующем году модернизировать, уже приобретать оборудование автоматизированное. То есть вот этот год хотим поработать. У нас уже налажено производство, мы можем достаточное количество производить в месяц. Если производственный план возрастет, то в принципе есть возможность работать в две смены, даже в данном помещении. То есть к концу года планируем на производство нанять порядка 14 человек. И в завершении выпуска полезная информация для предпринимателей. А я прощаюсь с вами до марта. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. КОНЕЦ КОНЕЦ